Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим запись, цикл, бесед, который называется «Во свете Библии». Вот перед нами Библия. 77 книг. Синодальный перевод, 1876 года. «Открытым оком». Это вот мои лежат книги, они так и называются «Открытым оком». Вот, чтобы это было видно, я могу показать. Каждая книга, 752 страницы. Тут я отвечаю на 4124 вопроса, которые мне задавали в университетах, милиции, воинских частях, на заводах, по радио, где я ввел три радиопрограммы. Ну, а теперь попросили люди так сказать, говорят, в книгах-то это есть, но мы считать не можем, да и не любим. А вот послушать, посмотреть видео могли бы. Ну, как видео, я один, одна говорящая голова. Вот был бы кто-то рядом, задавал вопросы, мало того, еще бы мы двигались, да руками махали, тогда бы, может, совсем хорошо было слушать. Ну, сегодня я отвечаю на вопрос «Сон». Что такое сон? Я хочу сказать о том, что я никогда, вот 50 лет уже, как я проповедник-миссионер, никогда стараюсь не говорить о том, чего не испытал. Если я теоретически знаю, а на практике не был, этот стих в меня не вошел, не проехался по мне, я стараюсь не трогать его даже. Это есть запретная табу, темы, которых я не касаюсь. Я никогда не спорю с католиками. С католиками об исхождении Духа Святого. У нас от отца, у них отца и сына, Филиоквы. Никогда. И не буду. Почему? Это тайна, сокрытая, и никому она не принадлежит, кроме Бога. Никому. Тем более, половина святых отцов понимали так, как понимают католики. А святые отцы наши православные. Итак, сон. Что такое сон? Что такое сновидение? Это третья часть нашей такой коротенькой земной жизни. Вот у меня сон такой был, что он значит... Ну, вы сами знаете, сами видели сны, и сны тревожные бывают. Сегодня вы узнаете ответ на это. Стоит ли им верить? И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно ребро его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. Бытие 2.21-22. Один пресвитер, даже не православный он был, женил сына. И говорит, сын мой, ты хорошо знаешь, как Бог давал человеку жену. Навел на него сон, то есть он был в полном беспамятстве. Он в таком-то состоянии, когда женишься. Ты это не забывай. И я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного, семнародного. И я в утробе матерни образовался вплоть в десяти месячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждение соединенного со сном. Премудрость 7.1.2. В эту книгу Премудрость не каноническую, сектанты отвергают. А я каждое утро, когда считаю, Премудрость Соломонности попадает в круг чтения. Как они отвергают? Там столько написано про идолов, с такой подробностью, столько там обо всем мудрости отвергают по незнанию и по тупоумию своему, по узости взгляда на истину. Вся, абсолютно вся мудрость там заложенная. Я первый раз, когда прочитал 50 лет назад, я понял, по изысканности и языка сам Цесарон не нашел бы изъяна. А другие книги, какие считают, грубые там писал какой-то пророк Амос, пастух. Премудрость Соломона. Прочитайте хотя бы один раз. Это не Сирахова, Соломона. Вот это из нее. Не ты ли вылил у меня, как молоко и как творог сгустил меня, кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня. Иов 10, 10, 11. Сны бывают страшные и приятные. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. Иов 7, 14. Я так много мест привожу из Писания, чтобы люди верили этому. Это авторитетно очень. И когда я вижу, как дают какое-то интервью там в эфире, в ютубе, священники или сектантские какие-то, ничего не говорят из Священного Писания. Тем более у нас это не просто как-то сокровище. Творение святых отцов, соборное установление, правила. Приведи хотя бы раз. Люди не имеют доступа к этой литературе. И далее говорит, когда ляжешь спать, не будешь бояться. И когда уснешь, сон твой приятен будет. Притча Соломона 3, 24. Плохой сон и бессонница. Есть испепеляющая болезнь. И люди придумают, как нужно не волноваться, не говорить, не заботиться, не переживать. Ну, сна нету, не дай Бог, Господь. Я обращаюсь к опыту своей жизни. Когда в предварительной камере заключения находишься, она огромная, столы, все приковано, одна скамейка, ну, скамейка-то вот такая вот, узенькая сидит, и она с железом приварена к бетонному полу. Там курят, там варят шефир, жгут одежду, все. А я в уголке спросил, разрешение не буду мешать, нет, я там молюсь, скланяюсь. Ну, у нас так принято, у православных. Я пять раз в день становился молиться, становился, это утром и вечером, ну, и днем еще три раза. Примерно по часу, полтора часа. Отношение было ко мне благоговейно. Представьте, 70 человек, все безумствуют. И они там, лампочка горит круглосуточно, и наступает уже вечер. Вот, никак, только видим, что уже отбой, звонок зазвенел. Я спрашиваю, кто-нибудь будет ложиться на скамейку? Никто. А кто ложится-то? Тут кровати нет, железные они лежат там, где на них ложись, а на скамейке как ты улежишь? Так, никто не будет? Нет. Я ложусь на нее. Лег, и руки вот так сложил. А утром я встаю сюда ровно в четыре часа, по часам меня ангел будил. Всегда. В одно время. Там часов нету. Так, заключенная, одна ночь как прошла, они подходят ко мне, батюшка, а у вас сон царский. Я говорю, а как царский-то? Так вы даже ни разу не пошевелили ни рукой, ни ногой. Милый мой, так я встаю в четыре, а отбой-то вместе со всеми, и днем я никогда не ложусь, ни на свободе, нигде, никогда. Меня лежащим днем на постели даже жена не видела. А зачем? Я пришел в этот мир трудиться. Я там ухвачусь за вершнюю шконку-то, спать охота, и говорю, ты зачем пришел сюда, сам с собой разговариваю? Ты пришел исправиться, негодяй. Тебя Бог будет бить здесь. Трамваи бегут, поезда, самолеты летят, милиция нас охраняет, чтобы никто не тронул, а ты спишь здесь. Все. Я себя так накачаю этими словами, на мелкой, говорит, нашинкую. И все на этом кончилось. И сон долой. Сейчас тебя вызовут на мучение, как рукой сняло. А вечером, а вечером перекрестился, водой ополоснулся, холодное опьерся, по всем правилам, ноги вымыл, готово дело. Лег спать. Вот так. Далее читаем. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, и вечер длится, и я ворочаюсь засыта, до самого рассвета, ев в семь четыре. Не дай Бог, у меня были такие бессонные ночи, когда я суды вел, судилища были надо мною. Я во сне не могу уснуть, у меня вихрем, ураганом мысли, вот это надо было сказать, вот это, а тот так говорит, ну это такое, лучшие варианты какие. Ну Господь дает это. А днем нельзя ложиться, как бы не было разбитое. А больше не надо, иногда говорят так, ну я вот потому долго, я долго не могла заснуть вечером. Не лукавь. Не могла заснуть, это твой вопрос. Ты должен вставать вместе со всеми. Вот сейчас мы встаем в 4.40. Утренняя неспешная молитва, неспешное чтение Слова Божьего. Всегда. Воскресенье, в отпуске, в дороге, в путешествии не имеет значения никакого. В больнице ли лежу, в тюрьме ли? В тюрьме наоборот более жестко, уже ровно в 4 встаю. Хорошо, если у тебя жена такая же. А то есть такие крепкие братья, все может, а жену поднять не может. Вот это беда. Меня Бог наградил такой спутницей, другом жизни, который ни разу не пришлось будить. Она умудряется еще даже раньше встать. Дальше. Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Иклисиастам 5.11. Во время успокоения на ложе ночной сон расстраивает ум его, и во сне он, как днем на страже. Будучи смущен сердечными своими мечтами, как бежавший с поля брани, во время безопасности своей он пробуждается и не может надевиться, что ничего не было страшного. Хотя это бывает со всякой плотью, от человека в доскота, но у грешника в семь крат более сего. Не греши. Вывод 1. Сирахов 40.58. Здоровый сон бывает при умеренности желудка. Встал рано, и душа его с ним. Страдание, бессонница, и холера, и резь в животе бывает у человека ненасытного. Иван Никифорович, вспомните, у Гоголя как, встал Пульхерич, что бы такое поесть, спать, сна нету. У меня один пришел такой, не приня на работу давление, что бы мне поесть. Я говорю, знаешь, Саша, три дня не ешь. И правда, он крепкий мужик выдержал, пришел, давление нормальное, прошел, и работает дальше на бульдозере. Немногим довольствуется благовоспитанный, и потому он не страдает одышкой на своем ложе. Меньше чем за два часа до сна не ешьте никогда, а лучше без ужина совсем ложиться. Завтра всем съешь, говорит, сам, в обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. Безбожники, нечестивцы, грешники нередко бывают усердны на зло, будучи свободны от праведности. Вот в чем их свобода. Таковым Господь говорит, напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Псалом 126.2 Известны случаи, когда люди в буквальном смысле проспали царство, доставшееся тем, кто не спал. Я читал про немцев Кюрфюрста какого-то, умер тот, кто царствовал, а наследство теперь, он должен следующим быть. Но, вернувшись с охоты, он сказал слуге, кто бы ни пришел, не разрешай будить. Я не разрешаю. И тот прилетел на скакуне, скорее надо сейчас, ну президента-то убили Кеннеди, Линдон Джонсон, надо прям там же в Далласе принимать было присягу, что он президент. И обратно лететь уже президентом. Так и этот. Слуга не пускать. Да вы пожалеете. Он сказал не пускать. Ну не могу я ничего. Ну я поехал там. Ну разбуди, пожалуйста. Ох и жалеть же вы будете. Я должен только ему сказать, что. Не сказал. Когда он проснулся, спросил, никто у меня не приходил. Да приезжал один какой-то от такого-то еще. Да не сказал. Ну он послал слугу узнать, что случилось-то. От кого? От короля. Он говорит, да он умер. Следующий за ним вы. Но так как вы отказались, теперь тот, за ним ускакали. Все. И он уже никогда не стал королем. Просто и понятно. Проспал царство. Вот так. Бойся спать после еды, ибо ты будешь заражен сонной холерой. Говорит учитель, отец мировой педагогики, Ян Амус Камынский. Но трудно будет отстать от этой привычки. Я видел люди, которые после еды ложатся спать. Я их просил, не спите. У них сейчас больное сердце. Я говорил, за каждый раз, когда после еды ты ложишься спать, 10 дней тебе надо бороться. Удесятерить эту силу, как у Варуха сказано. Какова была решимость ваша, чтобы удалиться от Бога, увеличить ее в 10 раз, чтобы обратиться и искать Бога. Варух 4,28. Профессор Витебский, это город Курганск, практикой всей своей жизни доказал всему миру, что раньше, чем через 2 часа после еды ложиться и спать нельзя. Наживать себе болезнь кишечника и желудка. Вот откуда болезни. Проверьте в этом. Но я хочу, но если усталый до 60 лет, на минут 5, может 10, откиньтесь так на стуле, головой притулитесь, и все. Кто до 60 лет ложится спать, сокращает свою жизнь. А если после 60 лет не дают отдыхать, тот сокращает тоже жизнь. Сердце уже не тянет. Сон мой убегал от глаз моих, вспоминает пастух Яков. Бытие 31,40. Испирь 6,1. На все дела свои добрые проси благословения у Бога и у друзей. Его и скажешь, спокойно ложусь я и сплю. Ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Псалом 4,9. И будешь спокоен, ибо есть надежда, что ты огражден и можешь спать безопасно. Иов 11,18. Храни заповедь отца твоего, не отвергай наставлений матери твоей, когда ляжешь спать. Заповеди будут охранять тебя. Заповеди. Притча 6,22. Вставать всегда нужно рано. Придумали. Есть жаворонок, а есть сова. Сова чем занимается? Жаворонков ловит ночью. Если найдет, он шевельнется где-то. Говорю. Потому, как человек встает, его сравнивают с певущим жаворонком, встречающим залю в небе, или с хищной совой. Кто сидит долго ночью и встает поздно, когда солнце выше крыши. Знаете, Сталин и все его кремлевские подельники выбирали, набирали активность в самую глухую ночь. Потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Притча 4,16-17. Расписание суток человеку дал сам Бог. Спрашивает, где? Слушайте, ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Восходит солнце, выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Псалом 103, 20-22. С рассветом встает убийца, умершляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. Еву 24,14. Кто встает поздно, ссылаясь на то, что долго не мог уснуть, жалуясь на нервы. А нервы – это дверь, через которую удобнее всего дьявол ходит в человека. Не слышали про это? Жалуясь на работу или на то, что он долго читал, а потому проспал, таким святой Иоанн Златоуз говорит. Праведник и ночь превращает в день. То есть бодрствует на молитве. А ты день превращаешь в ночь. То есть этот человек живет по воровскому обычаю. Описывая истинно ангельскую жизнь монахов, добавляет, что в полность настоятель чуть коснулся ногой подвижников. И вот уже горы огласились небесным хором. Вот сектанты. Кто такие настоящие монахи? Вы чем занимаетесь ночью? Кто привык и любит заниматься чем-то ночью, а редко это полезным-то бывает, а днем лежит по дому мертвому, тот живет по воровскому режиму. При фонаре на ногах, а при солнце на боку. Долго спать равнозначно тому, что и быть наркоманом, ибо бог сна у еленов морфий. Поздно встающая сова – это филин на разваленных духовной жизни. Псалом 101.7 О том, что вставать нужно всегда очень рано, говорят все монашеские уставы. Монах отличается от простолюдина только тем, что не имеет семья. Остальное требование одинаковое. То есть так же, как монахи, нужно рано вставать на молитву. В посте должна быть строгость, во сне – воздержание. Но все уставы близ того, по которому действуют добровольцы матери Терезы Калькутской. Подъем всегда в 4.40. Меня долго спрашивают, а почему в 4.40? Ну в 5 или в 4? Не знаю, и вдруг я сейчас нахожу, что люди, такие как мать Тереза, лори от Нобелевской премии, албанка, католичка, она вставала в 4.40. А почему? Я не могу сказать. Еще недавно встретил, тоже в 4.40. Мусульмане спрашивают, во сколько встают там на молитву? В 4.40. А почему? Она говорит, не знаю. Я думаю, что в этом что-то есть. А что не могу сказать? Встал рано, успеешь совершить утреннее правило молитвенное, прочитать ахи, кофизм из псалтыри, или славу, совершить не менее ста поклонов. Из Нового Завета несколько глав прочитайте, из Ветхого, из всех птиц подает голос воробей, позже всех. Постарайся встать до его неизысканной песни. Я люблю птиц, это называется артихология, с детства. Любимый был писатель Виталий Бианки и его лесная газета. Если это разумело, душа твоя, то сегодня же встань, вставь в часы на 6 часов утра, и с этого рубежа начинай наступление к заветной цели, помалу убавляя. И в течение года все наладится. И на том закрепись, как на межевом столбе. Не отступай за границы. Большинство грехов идут в паре. Ложь с пьянством. Лжец обязательно пьяница. Пьяница всегда лжец. Лень с воровством. Леница, есть ему нечего-то. Сон. Он идет в паре с блудом. Ну, там просто надо не забыть. Без совете с непослушанием. Ну, не советуется. Ну, если советуется, без советника этот, он все равно слушаться не будет. Но сон привлечет на себя все грехи. Перед Богом имеет сыну мужество, победа над естественным пожеланием. Ничего человеческое, говорят, не чуждо мне. Ничто. Должно быть не спровергнуто подвигом. Такие, кто трудится, наследует царствие Божие. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом. И он будет мне сыном. Откровение 21.7 Туда, Господи, веди твоих героев. И Аиль 3.11 Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. 1 Иоанна 2.13 Бдением побеждай сонливостью. Под ударами был в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в труде и в узнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. 2 Коринфянам 6.5.27 Я встану рано. Псалом 56.9 Воспрять псалтырь и гусли. Я встану рано. 107.3 Псалом Даруй мне рано услышать милость твои, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо я к тебе возношу душу мою. Псалом 142.8 А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Христос. Марк 1.35 Предваряю рассвет и взываю на слово твое уповаю. Поздно встанешь, не до Библии тебе будет. Как бы на работу не опоздать. Псалом 118.147 Ранняя пташка носок прощищает, то есть уже позавтракала, а поздние глаза продирает. Я работал с одной сторожихой, она была молоденькая, 16 лет, и проспала на работу, а транспорт не ходит, идти пешком километров 5. И она опоздала на 20 минут. Лапина Мария Ивановна. Три года. Я говорю, а после этого просыпала, уже никогда не просыпала. То есть там, что нам нужны такие экстремальные обстоятельства. Вот еще, кто рано встает. В единоличной жизни зарю-зарей смыкал мужик. Это Твардовский пишет. Колхозник уже Соломон из глубины 30 веков взывает так. Да, коли ленивест будешь ты спать, колхозник. Когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Притча 6.9.11 О священниках, требоисполнителях, для которых лишь бы кадила в руках ходила, к ним вопиет пророк Исаия. Стражи их слепы, все и невежды. Все они немые псы, немогущие лаят, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душой и не знающие сытости, таинства, требы, все за деньги, свечи перепродают, я в скобку делаю. И это пастырь бессмысленная, все смотрят на дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Исаия 56.11 Замечено, кто спит днем хотя бы час, он сокращает свою жизнь до 60 лет. Даже мирские люди, как Елеозаров, Едисон, спали не более трех часов в сутки. При крайней усталости днем, и Леонаром Довинчем также был, сон должен быть отрывистый. И даже после еды, сидя, прислонясь к спине на 10-15 минут. Можешь себе позволить, при большой усталости. Покой только будет в небе, когда мы придем туда, исполним порученное здесь, на земле. Пока привыжимай из себя обломовскую лень, раба, как Чехов говорил. Ленивец говорит, лев на улице, о, посреди площади убьет меня. Притча 22.13. За грехопадение для исправления жене назначено от Бога рождать в муках, а мужу в поте лица добывать хлеб. Не за компьютерными играми. Притча 6.4. Не давая сна глазам твоим и вежным твоим дремания. Под голову кулак, а под бока и так, говорит пословица. Много спать, дело не знать. Кто долго спит, тому денег не скопить. Сонлив, так и ленив. Зарю проспать, рубля не достать. Сон, смерти брат. Для не ленивого, милая подружка, подружка, это я все удаля взял. Поняв это, мужик поет, я назову тебя Зоренькой, только пораньше вставай. Добрая настоящая жена хранительница щега встает рано. Она чувствует, что занятие хорошо и светильник ее не гаснет и ночью. Весело смотрит она в будущее. Встают дети, ублажает ее муж и хвалит ее. Притча Соломона, 31 глава. Сон, это прообраз смерти, телесной и духовной. Даниила 12.2. Многие из находящихся в опрахе пробудятся. Матфея 9.24, Марк 5.40. Не умерла девица, но спит, сказал Христос. И смеялись над ним. Встань, спящий, воскресни из мертвых и воскреси, осветит тебя Христос. Ифисянам 5.24. Отдаст земля тех, кто спит в ней. И мы говорим, спи, земля тебе добудет пухом. Третье ездры, 7.32. Каждый раз, ложась спать, мы прообразуем смерть свою и считаем в вечерней молитве Иоанна Дамаскина так. Владыка человеколюбец, неужели мне озор сей гробом будет? Или ищи окаянную мою душу, просветишь днем? Вот гроб придлежит мне, вот смерть предстоит. Это мы считаем в молитвах. Сон, смерть, успение. Серахов 34 глава. Упокой, Господи, душу усопших, раб твоих уснувших. Спи, дорогой брат. Значит, тот-то будет их будить, когда раздадутся архангельские трубы. Вот это мы знаем. Чтобы не проспать, когда еще не было будильника, святые придумали разные приспособления. 20 сентября Киприан Устюжский камень держал в руках и спал стоя. Так журавли делает, который на вахте стоит, журавль охраняет. Он в ногу берет камень и поднимает и стоит камушек. Как-то уснул. Лапа разжалась, камушек упал. Он сразу проснулся. 5 июля Афанасий Афонский погружал лицо в лохань с водой. 3 мая Феодосий Печерский обходил кель и когда слышал разговор, ударял рукой в дверь. Спящим его никогда не видели. Только иногда садился. 25 января Поплий если находил спящих в келье, рукой ударял в двери и сурово укорял. 2 сентября Иоанн Постник спал сидя держась за веревку. 31 декабря Миланя ремлянина спала 2 часа и только на рогожке, будучи богатой. 13 ноября Иоанн Златоуст спал стоя. Мало. 23 ноября Григорий Каргантийский Многие не спали всю седмицу по неделе. 6 ноября Лука почти не спал. 23 декабря Нифон когда находил сон, бил палкой себя. 18 декабря Агапит отказывался от сна. 30 марта Иоанн Лесущих спал мало, чтобы только не сойти с ума. 8 мая Арсений Великий Иноку достаточно спать и один час. 12 апреля Акакий Новый Истинный монах должен спать полчаса. 2 января Сарафим Саровский спал, опершись на мешок с кирпичом, голову на руки. 6 июля Вестарион 40 дней и ночей не вздремнул и ни о чем не подумал. 40 лет не ложился спать, то есть сидя где стоя. 24 мая Симеон Девногорец 30 дней не спал. Перечитывал за ночь иногда всю Псалтырь. 19 января Макария Александрийская 20 дней в кель не входил и не уснул и 40 дней не ел и не ложился. Видел, как эфиопы, то есть бесы, клали на глаза людям в церкви два пальца и те засыпали. Что засыпали, это видели, а вот только ложил пальцы, только ему открыто. Он видел, как церкви причащаются и вместо причастия эфиопы вкладывали уголь, а причастие невидимой рукой ангельской уходило обратно. Вот тебе и причащение. 5 октября Матфея Печерский видел, как эфиопы кидали цветы и кому приставал цветок, тот человек, измыслив благовидную причину, выходил до окончания службы из храма. Благовидную причину искал Матфей Печерский. 21 октября Иларион Великий страница 472 Кавычки А однажды стоя на молитве Иларион забылся и ум его побежденный естественной немощью помыслил о чем-то постороннем. Бес, то есть демон, точно вскочил ему на плечи подобно воину и ударил его ногами по ребрам и бичом по плечам и по шее сказал беги, беги, что спишь? 14 ноября Филипп Андорский Бес ему сказал спи и не будет брани оставить тебя в покое а он же начал считать да воскреснет Бог и бес сгинул описывая свой распорядок Ава Дорофей едва находит время прилечь на самое малое время попытки Павла Ивана Петровича и других объяснить что же такое сновидение это поистине вторая жизнь часто более интересная более умная и даже прорекающая будущее пока и ни к чему не привели он не мог узнать скорость сна молниеносная и видение в одно мгновение описывалось многие часы сновидение сны бывает трех родов вот это надо запомнить первое от Бога второе от забот житейских и переедания и от дьявола пророческие сни от Бога Бытие 28-12 37-5 45 5-й стих Даниила 11-17 2-я глава 1-й стих Иаиля 2-28 3-я ездры 11-1 14-8 а что сон повторился фараону дважды это значит что сие истинное слово Божие и что вскоре Бог исполнит сие Бытие 41-32 Бог говорит однажды если того не заметят в другой раз во сне в ночном видении когда сон находит на людей во время дремоты и сна Ио 33-14-15 чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечевом выписка из преподобного отца в Арсенофе великого Иоанна руководство к духовной жизни Москва 1892 г. стр. 279 вопрос 1413 как смеет дьявол в видении или сонном мечтании показать владыку Христа или святое причастие ответ на самого ни самого владыку Христа ни святое причастие показать он не может он лжет и представляет образ какого-либо человека и простого хлеба но святого креста вот такого вот креста креста показать не может ибо не находит средства изобразить его другим образом ему надо по-другому повернуть а крест остается тот же он никак его не может если исказить переломать это будет не крест то есть у него материала нету как говорят поэтому мы знаем истинное знамение и образ креста дьявол не смеет употребить его причению нашему ибо на кресте разрушена сила его и крестом нанесена ему смертельная язва владыку Христа мы не можем узнать по плоти почему дьявол и покушается лживо уверить нас что это он дабы мы поверили обольщению как истине и погибли а это не Христос когда Исааки в пещерке поклонился ему а там у него куриные ножки а дьявол захохотал Исааки наш наш взяли его как футбол начали кидать им итак когда увидишь во сне образ креста вот во сне кто-то несет или крест на груди ну увидел ты не важно где этот крест ты увидел только чтоб ты увидел знай что этот сон истинен и от Бога от Бога всегда сон в котором виден крест вот это абсолютно точно у меня было таких снов очень мало и все они были пророчески исполнились перед тем как меня арестовать что было у нас была одна сестра сейчас ее нету вот она видела два сна и сны с крестами и она в одном допрашивается демонами и как проливает кровь свою и прочее и в обоих снах задействован я меня шли убить на кресте а потом никого нигде нету а я сказал они бессильны я победил их и в самом деле так эти люди поднялись потом так бойствовали Бог их развеял и ничего нету так дабы вы поверить обольщению как истине погибли увидишь крест знай что этот сон истинен и от Бога но постарайся от святых получить из толкования значение его и не верь своему помыслу даже тогда он от Бога но толковать не толкуй если действительно явится тебе святой крест то он упразднит надменность высокомудрия где Бог там нет места злу вопрос 415 я слышал что если кому явится три раза один и тот же сон то и его надо признавать истинным ответ нет это несправедливо не надо верить и такому сну тот кто один раз явился кому-либо ложно может сделать сие и три раза и более берегись чтобы не быть поруганным демонами но внимай себе брат сны от демонов наваждение вводящим заблуждение Иеремия 23 27-32 вот я на пророков ложных снов говорит Господь что общего умикина с чистым зерном не слушайте снов ваших которые вам снились снятся Иеремия 29-8 пустые и ложные надежды у человека безрассудного а сонные грезы окрыляют глупых как обнимающий тень или гонящийся за ветром так и верящий сновидением сновидение совершенно то же что подобие лица против лица от нечистого то есть от дьявола что может быть чистого и от ложного что может быть истинного гадания и приметы и сновидения суета и сердце наполняется мечтами как урождающие если они не будут посланы от Всевышнего для вразумления не прилагай к ним сердца твоего сновидения многих вели в заблуждение и надеющиеся на них подверглись падению Серахов 34 1.7 поэтому разные книги сонники разгадывают сожгите чтобы даже в доме не были они все бесовские понятно желание людей желающих проникнуть за тайну гроба но это сокрыто не ваше дело знать времена и сроки деяния 1.7 когда Конфуция спросили есть ли польза поминовения умерших он сказал если скажу что есть вы забудете живых перестанете о них заботиться если скажу что никакой пользы нет вы забудете совсем о мертвых когда умрете тогда узнаете кавычки никто да не обращает вас самовольным смиренно мудрим и служением ангелов вторгаясь то чего не видел безрассудно надмиваясь плотским своим умом Колостинам 2.18 желая объяснить то о чем умалчивает Библия так и написали целая тома об избавлении от адов по молитвам Уара Паисия совершенно игнорируй прямые слова Христа но Аварам сказал Чадов вспомни что ты получил уже доброе то в жизни своей ладарь злое и теперь вы знаете Лукаш 16.25 вот его сон какой сон ну смерть и что за этим на подобные репортажи из ада Иоанн Златоус говорил чего нет в Библии о том не рассуждаем а будем говорить со слезами о них творить молитвы и подавать милостыни упывая на милость Божию надлежало ли вам некоторые спорят о чем-то надлежало за Бога так говорить неправду и пререкаться Иоанн Иов 13.7.8 вещины видят ложные рассказывают сны лживые они утешают пустотою Захария 10.2 и поэтому бродят как овцы и бедствуют потому что нет пастыря на пастыре воспылал гнев мой их козлов я накажу думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов которые пересказывают друг другу Иеремия 23.27 летают сны мучители над грешными людьми и ангелы хранители беседуют с детьми Александр Пушкин священник на исповеди дознается не верил ли снам книгам сонникам ибо это есть грех писание предупреждает старцы ваши сновидениями вразумляемы будут Диане 2.17 вразумляемы но не оглупляемы до уровня бессмысленных скотов Псалом 72.22 Галатом 3.3 и бродят ненаученные невежественные прихожане подобно тому как пьяный бродит по блевотине своей Исаии 19.14 не слушайте снова их Иеремия 29.8 от себя ли говорят или из книг дозволенной духовной цензуры видение во сне ангела наводит страх но ангел и успокаивает дьявол же наводит страх неприходящий ужас и трепет дыбом встали волосы на мне Еву 4.13 15 ночь за нас человеку не только для восстановления жизненных сил но и для молитвы подними малое дитя среди ночи хотя бы на 2-3 молитвы пусть оно послушает если не сейчас то когда же ты приучишь его к этому говорит Иоанн Златоуз Псалом 118 55 каждую ночь омываю ложе моё слезами моими омочаю постель мою Псалом 6.7 исследователи космоса внезапно обнаружили чудесные звуки каких-то гармонично звучащих труб как барганных на высоте 120-450 километров особенно ночью что это стоны и струны молитв святых я так подумал отчего химический состав всей галактики более всего похож на молекулу формалина применяемого в моргах не рекли ли это миру не отзвук ли на грехопадение наше бытие 3 глава а трубы не та же ли октава из Иоанна 3 глава гимн благодарности Богу и Сына его Христу ночь тиха пустыня внемлет Богу и звезда звездою говорит Лермонтов полночь означает время скорби время царствования антихриста и смерть каждого из нас все жених грядет в полуночи явление Христа с небес ангелами в полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской от первенцев фараона сидевшего на престоле своем до первенца узника находящегося в пусты в темнице и все первородное из скота исход 12.29 но в полночь раздался крик вот жених идет выходите навстречу ему Матфея 25.6 и сказал положим кто-нибудь из вас имея друга придет к нему в полночь и скажет ему друг дай мне взаймы три хлеба Лука 11.5 около полуночи паял и сила молясь воспевали Бога узники же слушали их деяния 16.25 20.17 не будем спать как прочие перво фестерики 5.6 как те кто живет по воровскому режиму ночью творит злое а днем спят мертвецки но скажем на деле ночью вспоминал я имя Твое Господи и хранил закон Твой Псалом когда как когда говорят когда как это значит нет определенного я могу сказать в 4.40 всегда и кто со мной живет все друзья все встают одинаков в 4.40 мимо верующие свирепо на это реагирует я говорю а как обычно бывает и в час днем в час встает уже готовый пойти в окружение Сталина воспрямим от литургического от литургического сна да обрящет он нас бдящим ожидающим своего господина если Господь сподобит нас нести его в тюрьме это иго в лагерь в армию в больнице то поставь за правило всегда и там вставать раньше всех на 1-2 часа для молитвы чтения Библии не спеша помолись за всех живых и умерших в Господе следует быть ревностным да не восхитит то венца твоего да не изгладит Господь имя с твоей из книги жизни исход 32-32 однако ж тому не радуйтесь что духи вам повинуются но радуйтесь тому что имена ваши написаны на небесах Лука 10-20 побеждающий обречется в белой одежде и не изглажив имени его из книги жизни и исповедуй имя его перед отцом моим и перед ангелами моими то есть это человек бодрости получает такое откровение откровение 3-5 филипписам 4-3 а о нечестивых молитва не упоминается их и об упокоении в старстве небесном не сказано но да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся псалом 68 29 это то что о сне каждый кто много видит снов хоть несколько раз но пытались толковать вы увидели исполнилось что-то нет заранее во время сна что мы видим как правило отражение той работы мозга которая была это вообще в абсолютном большинстве я не знаю какой процент но думаю в подавляющем и очень у многих вот мы когда ложимся мы молимся господь дай нам сон здоровый безмятежный чтобы никто нас не потревожил а еще что мы еще мы молимся чтобы поднял господь на молитву то вовремя ночью утром вот я считал тут уже рассказывал как-то когда мусульманские которые готовят юноши на подвиги там ваххабиты называют их и говорят но у вас не могут быть внедрены израильские там спецслужбы они говорят нет это невозможно пока ни одного случая не было почему в первую очередь мы должны не знать его один из нас вот такой же но один из нас он будет делать как мы получается так если он будет отличаться так белая ворона его колдунья вычислят ну как вещера на хуторе в близиканьке так вот у нас сон не больше трех часов в общем то взять мы ложимся пораньше он как бы подлиннее но ночью мы три раза встаем на молитву он это не выдержит он будет такой же как мы или с ума сойдет да сохранит нас господь верить с нам неправедным не счастливым а то я видел где видел если видел сон рассказывай как сон что общего пусть и говорит священное писание но если видел крест вот тогда сразу насторожись я говорю перед арестом я видел крест и кто меня будет судить и какие слова будут говорить мне это просто показано было и я сразу это записал в психотворной форме когда бы я просто записал после тогда скажу теперь можно говорить вот у нас я говорил это на девушке я открыто была и она это сказала написала ее сны помещена у меня здесь в книгах они пророческие все ее ждет большое-большое испытание с пролитием крови а сейчас она живет нормально нормально все муж любит рождаются ребятишки она всем довольна умница красавица все но ей было показано она будет на допросе о чем нас спрашивали и ей сказали вы ближе всех были к Игнатию и они расспрашивали о вас а я молчала и они били кровь лилась рекою я была беспомощна говорит и вдруг невидимая рука вложила мне меч в руки и меч как огонь и я стала их посекать и они стали падать совершенно бессильные а первый сон она видит что по лестнице взбирается до самого неба и как бы видит там своих людей кто и она просится а ей говорят рано ты голубушка попалась это святой перепиту и такой сон был ты еще не до конца испила свою чашу и ее назад стянули под белые рученьки а дальше дальше началось исполнение этого сна как у матери Релеева и она видела знаете сына и хотела по своему но вся жизнь эта прошла иногда бывает совершенно непонятная мне одна мать рассказывает очень и очень мне она близкая эта женщина была даже не выскажешь мать родная она спит а в огороде далеко у нее баня и туда свет проходит ну в баню она ночью проснулась света нигде нет и она даже может быть и не нашла его и какая-то сила ее поднимает она в огород открывает я говорю бегу куда бегу не знаю еще ночь темно звезды куда я бегу и вдруг я понимаю я уже в бане вот так сейчас которые слушают что вы подумали женщина богобоязненно верит у ней 10 детей а не один сын 10 но этот сын пьяница он пьет она забегает в баню и включает свет и вдруг видит он в петле висит рядом лежит топор дрова кололи она берет этот топор а дальше скажите что она этим топором делает ну я еще пока записываю она бьет по штырю а штырь этот деревянный на котором он висит на ремне штырь обламывается и он грохается на пол это было только что и она его начинает шевелить там двигать его и он оживает и живой по сегодняшний день вот сильный и дивный господь что он сделал я знаю людей которые по сегодняшний день не могут это объяснить одна она даже родственница была такая по мужу она уборкой занимается уборщица и вдруг она уже столы опрокинула там подбирает и вдруг остановилась села и зарыдала заплакала ее уговаривают что с вами сейчас я не знаю кажется Феодора что ли звать что случилось не знаю душа из меня выходит что со мной есть они уговаривают бесполезно уговаривать но время-то вечернее восемь часов вечера проходит день примерно все люди эти узнали что было она узнала пораньше у нее сын был очень мастеровой но где-то повредил ногу и нога у него стала немножко короче ну нашлись люди которые посоветовали ему сделать ногу удлинить но получилось что нога стала еще короче и третья операция сделала так что он уже ходить не может но он такой мастер все делает он сам сделал пистолет себе и тот который сделал ему врач я может быть что-то тут не так маленько скажу но смысл в этом начальника он зашел в этот кабинет в его и приставил себе квестку и выстрелил в этот момент когда мать там начала вот так вот кричать вот рассказывает об еродивой которая была там в монастыре и когда красноармейцы стреляли царское семейство и кололи и докалывали штыками она говорит бушевала там и кричала подлые убийцы княжон штыками она еродивая и потом когда узнали это то время ночью когда безумные коммунисты большевики уничтожали помазанника божия вот как господь открывает это во сне и наяву верным своим но я в жизни ни разу этого не просил никогда господи если тебе угодно и через сновидение ты можешь вразумить а чтобы вот с нами двигаться считаю это не нужно и вредно я сон видел кто-то видел сон вот у нас библия мы проводим беседы во свете библии нам этого разве недостаточно да будет благословенно имя господа бога нашего ему слава во веки веков аминь библии